Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. На протяжении уже 60 лет имя этой компании, равно как ее основателя, ассоциируется с качественным звуком. Фридз Зенхайзер с детства увлекался радиотехникой. С годами это увлечение плавно переросло в работу. Во время Второй мировой Зенхайзер был ответственным за отправку закодированных сообщений фашистской армии. Но после окончания войны в стране стало не до научных разработок. Фридз и несколько его коллег остались без работы. Чтобы как-то выжить, они основали собственную лабораторию. В те годы в Германии было запрещено проводить исследования в области радиотехнологий. Так что Зенхайзер вложил свои сбережения в производство вольтметров для небезызвестной фирмы «Сименс». Довольной разработками лаборатории руководство «Сименс» сделало заказ на партию микрофонов. Команда Фридзе подошла к делу творчески и собрала микрофон по новым технологиям. В 1947 году их модели уже пользовались популярные радиостанции. Какое-то время лаборатория занималась выпуском усилителей. Это были первые устройства, отвечающие стандарту Hi-Fi. Спустя несколько лет их усилитель был принят на вооружение всеми производителями домашней звуковой техники. На полученные доходы лаборатория начала делать интеркомы, трансформаторы и, конечно, наушники. К 1958 году компания насчитывала уже 450 сотрудников, которые все вместе решили переименовать фирму в «Зенхайзер Электроник» в честь своего руководителя. Сам Фридз бизнесу как таковому уделял мало внимания. Его больше увлекали разработки. Благо, менеджеры «Зенхайзер» трудились на славу, и компания набирала обороты. Инженеры разработали микрофоны типа «Пушка», и «Зенхайзер» начал поставлять оборудование для ТВ и кино. В 1960-м был создан студийный микрофон MD421. Эта модель остается весьма популярной и в наши дни. За 40 лет их продали более 300 тысяч. Но настоящим хитом десятилетия стали первые в мире наушники открытого типа HD414. Конкуренты частенько ворчат, что именно им «Зенхайзер» обязана чуть ли не половина своих доходов. В следующий раз компания потрясла рынок 80-х в эпоху расцвета «Синтипопа». «Зенхайзер» выпустили первую беспроводную микрофонную систему «Микропорт». Теперь продукция компании была на всех концертных площадках Европы. С приходом новых технологий, часть которых, кстати, инженеры «Зенхайзеры» разработали, фирма начинает поставлять конференц-системы, приборы для слабослышащих и авиационные гарнитуры. Фридз «Зенхайзер» умер в 2010 году, ему было 98 лет. После себя изобретатель оставил несколько сотен научных разработок в области звука и компанию с почти миллиардным годовым доходом. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! «Тренды-бренды» – сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.